Одаренному ребенку талантливый педагог под таким заголовком в Лабутнангах проходит конкурс профессионального мастерства. На участие в нем заявились учителя-предметники, социальные педагоги и педагоги дополнительного образования, организаторы и психологи. Первый тур проходил заочно, конкурсанты предоставили комиссии своей портфолио и модели работы с одаренными детьми. А сегодня лично защищали свои педагогические стратегии. Игорь Борисов подробнее. Конкурс профессионального мастерства для лабутнанских педагогов в таком формате и под таким девизом проводится впервые. Традиционный учитель года, воспитатель года в новом учебном году сориентированы на работу с одаренными детьми. На наше удивление, это впервые проводится этот конкурс. И как ни странно, но заявилось даже на конкурс профессиональный, который в феврале проводился, профессиональный конкурс учитель года, там было всего у нас 6 человек. Сейчас у нас заявилось 15. Среди этих 15, 7 педагогов дошкольного образования, они разместились отдельно. 6 из общеобразовательных школ и двое из учреждений дополнительного образования. Для них конкурс проходил в актовом зале гимназии. Все они из числа лучших в своих учреждениях. Все они очень разные и настолько же разнятся темы их презентации. Но всех их объединяет одно. Это убеждение, что неодаренных детей не бывает. Каждый ребенок узнал талантлив, и талантлив он по-своему. Но как найти ключ к каждому, к его внутреннему миру? Как зажечь его, вызвать на поддельный интерес к происходящему, начиная с первого класса и удержать интерес до окончания школы? Детсадовские педагоги эту мысль разделяют вполне. Только отчеты они ведут не с первого класса школы, а пораньше. Марина Назарова из Улыбки впервые участвует в конкурсе профессионального мастерства. К тому же ее выступление стало первым по счету. Это, наверное, хорошо, что было первым. Выступил, и можно расслабиться. А так волнение держит. И с каждым следующим выступающим все тяжелее и тяжелее. Так вот, возвращаясь к теме. Марина занимается с детишками от трех до шести лет робототехникой. Это занятие включает в себя и программирование, и конструирование, и многие такие непростые вещи. Она также, как и ее коллеги и конкуренты, уверена, неодаренных и неталантливых детей не бывает. Кто-то из детей танцует, кто-то поет, а кто-то вот у меня сидит на занятии и программирует. Даже у меня есть детки, которые один вот у меня мальчик, допустим, он быстрее конструирует, но у него проблемы с программированием. А второй, его напарник, наоборот, он сталкивается с проблемами в конструировании, зато программирует он на раз-два. Значит, задача педагога распознать, в какой именно области талантлив и одарен его воспитанник, и всячески поддерживать в нем эту искру Божью. И передать ее по эстафете другим наставникам, которые будут появляться у ребенка по мере его взросления. Почему мы сделали еще этот конкурент? Для того, чтобы не потерять детей. Вот у школьников, у дошколят, воспитателей, вот они развивают, и самое главное, чтобы когда они пришли в школе, чтобы учителя их подхватили и в этом же направлении с ними работали. Ну, это своего рода сверхзадача, идеал, к которому надо стремиться. А пока это просто конкурс профессионального мастерства с правилами проведения, конкурсными комиссиями и оценками претендентов. В итоге конкурса «Одаренному ребенку талантливый педагог» будут подведены и оглашены на праздничном концерте ко дню учителя 3 октября в Думе культуры «30 лет победы». Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное».